Всем привет! Сегодня я смотрю игрушку под названием Tiny Metal Rumble. Игрушка вышла 11 июля 2019 года и в стиме написано, что она в жанре симулятор и стратегия. Что же, давайте глянем, начнем с кампании. Управление сделано очень похоже как на приставки, но я вот сейчас играю на клавиатуре и вроде пока удобно. Дальше будем посмотреть. Графон довольно симпатичный, по умолчанию стояла ультра, не стал убирать, думаю мой комп потянет. Хотя ему уже год, но графика этой игры не похожа на ту, которую не потянет на мой компот, не похожа. Ограничил только фпс 30, думаю мне больше не надо, человеческий глаз все равно видит 25 кадров в секунду, а 30 фпс это 30 кадров в секунду, поэтому зачем больше? Русского языка к сожалению нету, поэтому придется разбираться как-то с английским языком. Честно говоря, какой-то тики голос этого мужика, который как бы начитывает текст обучения. Можно было его голос сделать и громче, хотя у меня голос настолько стоит сто процентов, сто процентов мулька, сто процентов голос, все сто процентов и еле слышно. Графика я вижу в таком стиле аниме. Такая опасная технология, чтобы улететь в правильные руки снова. Я сделаю все, что нужно, чтобы остановить этот нечисленный цикл конфликт. Платон 1, вопротируются. Они обнаружили возможные сигналы о техническом. Где, солдат? Это Форбитнен Альпс? Афермирует, директор. Родинка. Скажите, они идут туда и закрепите место. Директор, да, директор. Директор, detectая неизвестные универсии. О-о-о, научил их губы. Пропускать надо не буду, интересно. Интересно все-таки, ну какую историю придумали разрабы для этой игры. Типа и с чего все началось, кто с кем тут сражается, из-за чего. Вообще, эти солдаты, у них форма очень похожа, как у американских солдат. И у японских. У японцев им тоже форма похожая. Так. Натаи против Динол Дан Солдера. Какой-то он странный этот солдер, у него глаза светятся. Буду-буду, инопонятяне, где зомби. Так. И что написано? «An elite Artemisian commander. He specializes in the logistics and use of metal units». То есть, известно, кутологические и используемые металлических units. Ну, как это пересечь, даже не знаю. Короче. Пассивные обилки. Пассивные обилки. Декресс. Редакшн. Хорс. 22%. Короче. Я так понял. Стоимость всех металлических units меньше на 25%. Обилка пассивных. Декресс. Атак бит 20% to all infantry. Короче. На 20% он больше наносит урона по пехоте врага. Superpower. Суперсила. Tank assault. Танк убития. Increase movement by one to all metal type units. Increase attack with 30% to all metal type units. Короче. Я так понял. Эта суперсила увеличит на 1 очко движения все металлические юниты. И увеличит силу на 30% всех металлических units. Ультрапауэр. Еще есть какая-то ультрасила. Deeper strike. Increase movement by two. Ага. То есть это почти такая же как Superpower. Только еще больше дает очко движения. Еще больше силы урона. Понятно. Так. А у его оппонента что? Его оппонента дальше видят. Больше топлива могут нести в себе. На 10% вообще суперсила его. На 10% увеличится урон всех юнитов. Ничего себе на 20% увеличится шанс критическую всех юнитов. Я тоже хочу шанс критический. Это шанс критический. Это моя самая любимая белка во всех играх. Я если есть где-то возможность повышать критический удар. Я всегда стараюсь это сделать. Потому что это имба. Ты просто будешь критовать. Что бешеный. Так. Что дальше? Это пошаговая стратегия. Т.е. Тут каждый игрок сначала двигает один юнит. Потом другой. Потом третий. Потом типа нажимает все ходы сделаны. И потом входит противник. Типа так происходит сражение. Я понял. Так, ладно, давайте, давайте пропустим это все. Как пропустить? Так, вот так его были, да? А где враг? Непонятно, это типа тумановые, вот эти кубики, это тумановые или что? Trekking of Shadows, миссия называется, следование за старыми тенями, день, день первый, М100, плюс 100 МД, Накан, Гоалас, Гоалас это цели типа миссии, Eliminate all enemy units, то есть уничтожки собрались и единицы, Capture enemy IH kill, то есть уничтожки, вражеский центр. Такая-то типа мой центр, да? А это что такое? Сити, город. Это очки, 50%, что-то там, не знаю. Ладно. Короче, пробел надо выделять. 10 патронов у меня, что ли, в моей винтовке 100% ХП, что те значки означают слева, ЯХЗ. Давайте передвинем его. Передвинем его вот сюда. Так, я его передвину, но я не хочу стрелять. А тут указано на стрелять и что мне делать? Выберите действие. Ожидание. Ну да. О, только я его там поставил ожидать, так. Туман его на расселся, и я стал видеть дальше, что находится. Прикольно. Так. Давайте его в город передвинем. Прикольно. Передвинем из солдата своего города и слышно звуки города. Сирена. Машины ездят. Прикольно. Мне нравится. Офигенно придумано. Так. О, можно и в растительность передвигать юниту. А это противник входит. Так. Так, так, так. Ну что ж, давайте по нему нанесем урон. Так. Это, я так понял, показывает предварительные результаты. Шанс критический у меня 5%. 41% урона нанесу, что ли. Так. Так. Атака. Асал. Сука. Асал. Лакан. Где вас захватить цель, что ли? Вы... Не, давайте... Давайте простой атаку. Ха. Прикольно. Ляй, по моим урон прошел, а? Ах ты ж... Так. Да, он даже ответку не дал. Ах-а. Ну все, прощай. Конечно, так как это обучение, противник не подается безбожно. Но это, как говорится, его проблемы. Так. Это было больно. Ой, блин, там ему на помощь пришли уже. Слеса. Это плохо. Ааа, это плохо. Да. Так, как отменить. Вот так. Давайте этого передвинем. Один остался у него. Кстати, озвучка похожа на одну игру, которую я играл на компьютере. Там надо было управлять тоже юнитами, танками. Сюжетка была прикольная. Вот не помню, как игра называется. Похожая озвучка. Очень похожая. Да, ну у него преимущественно в лесу. Блин. Сейчас же убьет. Так. Прикольно, что в лесу свои звуки. Так, давайте этого добьем. О, я могу на гору залезть. Прикольно. А, вот анимации горы нету. Нахождение на горе. Всего лишь одного убил. Вот так вот. Так. Ну что. Добиваем. Все, я выиграл. Викторий! Победа! Это победа! Так, ранг С. Это не очень хороший ранг, да? Хороший ранг это А обычно. День шоу, шестой. О, а это что? Вертолёте какой-то. Да я могу не управлять. А, прикольно. Сематичная графика. Такая. Ммм, где исковато мультяшно, но мне нравится. Игрушка весит всего лишь 800 мегабайт. Что такое в наше время 800 мегабайт? Да это, сука, сейчас игры, вообще ни о чёмные игры, весит по 50 гигов, по 100. Тут 800 мегабайт и, ну, играется довольно так интересно, прикольно. Что это за звёздочки, а? G-Land, то есть приземление. T-Air, воздух. Escape Autopilot. Мне вот интересно, что это за злость? Давайте приземлимся. О, бля, я прям как на батареечке ездить. Прикольно, бля. Ой, что это было? Т-Air. Да. Ха. Короче. Мда. Лякая карта здоровая. И это на 800 мегабайт. Мегабайт. Прикольно. ну вы поняли что это за звездочки ладно давайте опять переключимся на вертолет так я так понял я тут был да полетим на следующей миссии вот следующая миссия отцеп принять что у нас тут ну как всегда захватить войск и центр челленджи так limited manpower do not build any new riflemen я не могу устроить как они называют стрелков dead line big 15 to not allow day 15 to end короче нужно закончить миссии 15 дней что ли scratch never heal everyone короче не могу лечить юнитов что ли new units новый юнит lancer короче юниты гранатометчики scout ну чтож давайте начнем новую миссию сукуму ну как эту тёлку зовут охаку так давайте давайте это все перемотаем читать тонны текстов пусть считает те кто знает английский и кому интересно это сюжет юнит без топлива не может двигать но это логично да я понял 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 все я понял я играл стратегии кучи я все сам пойму не надо мне это объяснять как придурку давайте уже позвольте мне играть о май гад короче я могу захватывать города еще и захвачены города дают какие-то очки еще так теперь управляю зеленый линьки так и минуточку я хочу свернуть игру свернуть игру и глянуть страничку магазине меня интересует разработчик разработчик аре тридцать пятенка аппараты а издатель аре тридцать четырьмя аппараты давайте глянем издателя какие он игры еще издал ммм кроме этой в стиме никаких а разработчик тоже кроме этой никаких ну блин ну как же эта игра мне напоминает одну игрушку которую я играл на на компе недавно ну как недавно может два года назад и стримил как она похожа на эту игру просто один в один так рантомичка надо беречь надо беречь давайте его тут поставим так стрелка сюда стрелка сюда так БТРчик Архелон называется БТРчик и он сидит единиц топлива так давайте захватим город а это шкаут 80 топлива давайте его сюда поставим так еще один стрелок так сохранить и выйти можно поставить все настройки настройки я понял управлять нельзя командным центром так на какой же он медленный ганты меч так, я слышу впереди кто-то передвигается так захватить здание а, так, эти юниты могут захватывать только здание ясно бля, надо ли бронетонетчики ничто себе по моим как попало Повторяйте! Ммм, я не могу стоять оттуда, да? А если отменить вход? Так, отменить вход, давайте сюда его перейдем. Жалко я не могу стоять на 2 единицы. Эээ... Так... Техника почти слепая, блин. Город захвачен. Супер! Бонжер! Рифлемет, готово и ждать. Возвращайся! Какой-то неубиваемый, блин, да тут получается, луковицы могут передвигать, а что-то, давайте захватим захватим все это в город бля, и там теперь враги, да что такое почему они моих оттеснили надо батарея возвращать, блин, я хочу переграть это, все, я хочу это переграть я переграла давайте рестарт миссии я это все просмотрю вот это недоработка разрабов рестарт миссии не должен начинаться с прокрутки опять заново делал неужели так тяжело сделать чтобы диалоги не проигрывались 00 я уже все это видел Не надо мне еще раз это показывать. Зачем? Бля... Так. Так, один. Сэр, у вас есть? Так. Сэр, у вас есть? Так, пусть враги сами спускаются ко мне. Так, это вражеский центр и что это? Да, это вражеский, ясно. Так, ну что, я сейчас пойду его захватывать что-то. Ага, спустился все-таки. Один гад, и сразу наносит урон. Не хило так наносит урон. Ну гад, ща я тебе. Ну вот и все. Ага. Ммм. Кто еще не походил? А, это завод. Я могу кого-то произвести. У меня 1700 очков что ли? Да. Так, давайте, давайте. Кого я произведу? Рифлмен. Рифлмен. Это 300. Это 440. Вот этот 550. Вот это произведем. А тут произведем рифлмены. Так. 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 А вот произведем. Так. Давайте, давайте. Давайте, давайте. Стрелка. А тут. А тут произведем. Скалку. Скалку. Остров顯ем. Та бляяяяяяааааа! Я хотел его убить. Ааааааа. Он продолжается вытеснан у них kot Herbert из города. Ух ты какой! О, там без аэропресс. Реклама готова и ждет. Берн и ровно! Реклама на кузову. Будет. Кстати, тут еще есть онлайн миссии. Один живой игрок сражается против другого живого игрока. Ну и все это приблизительно происходит точно так же, просто против вас играет другой живый игрок. Довольно прикольно. Так. Я захватил его центр. Все, я победил. Реклама на кузове. Опять рейтинг S. Да, что такое? Следующая миссия. Интересно, сколько тут вообще миссия? Как-то бы узнать. Ну а как это узнаешь? Мне кажется, это никак не узнаешь. Ох. 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 Я думаю, я буду завершать уже. Так. О, могу переиграть миссии, которые я уже играл. А как выйти? Я могу переиграть миссии. Но и не в это возможности выйти. Нажимаю Escape. Тут только вот. Возможность переиграть миссии. Всё. А как выйти мне в угол на меню? Ага, на V. По клавише, короче, как называется? Backspace. Видите по клавише Backspace. Давайте глянем мультиплеер. Учего-то есть быстрые бои. Мне интересно. Жил вообще ли мультиплеер? Игра вышла 11 июля. Сейчас 13. Жил ли мультиплеер? Давайте маленькая карта. Стандартные настройки. Найдет мне хоть одного живого игрока игрушки 2 дня пока, с момента выхода. Жил ли онлайн? Чисто тест. Я даже, может, не буду играть, а выйду. Мне интересно, чисто тест. Жил ли онлайн? После двух дней выхода игры. Сейчас утро. Саундтреки прикольные. Нравится. Пока никого не находят. Никого. Саундтреки прикольные. После двух дней пока. После двух дней. После двух дней. Саундтреки прикольные. Продолжение следует. Саундтреки прикольные. короче я понял онлайна в этой игре по моему нет я уже вот большие минуты жду уже бы должно было кого-то найти во всем то мире но нет не находит онлайна нет ладно выходим хочу еще глянуть скермишь скермишь и вот зачем чтобы глянуть чтобы глянуть какое количество юнитов всем возможно сделать в этой игре так а карту где выбрать только три карты что и получилось все в игре три карты то есть маленькая средняя большая и больше нет к а это еще как из 2 средней часть карты то есть получается игре 5 карт всего лишь 5 как все два вот из 11 опять же 1 на 1 учусь и карта генагина фонда а вот так они выглядят пока как они выглядят но честно говоря разработчики могли и больше карт добавить большая я не вижу что у нас есть как-то сильно отличается от среднего честно а маленькая не сильно отличается от тоже от средней но давайте маленькой а выбрать те стороны нет а вот натан есть так я надеюсь командиры данты бой про ну не виктория рагнар орзио а прикольный с наши от него удастся у тела и линдберг вы ты сталин нора один я тут есть нету короче раз два три 4 5 6 7 8 8 командира все а как же к хакуар и я выбрал компьютер поэтому я не могу может быть туда жить 9 ну ладно пусть будет 9 9 разных командиров ну такое опять же могли и больше дать так интересно какие тут еще есть юниты чисто ради этого и начал скримиж так стрелок атометчик снайпер еще есть мне не точку снайпер спек опс блин честно охота охота прям глянуто стены к юнду давайте немного поиграю давайте я создам а рифу на надо и тут то тоже рифу на на Продолжение Еще одно решение Продолжение Заодно и представлю себе, как примерно происходит онлайн боя с другими игроками Так, продолжим захват Пропустить и ничего не производить Я не могу пропустить и ничего не производить То есть я нажимаю и ничего не происходит Это баттли что это? Меня заставляют что-нибудь произвести Я хочу глянуть как снайпер выглядит Ну почти ничем не отличается от стрелка Только стоит дороже, намного дороже Дальность что? Уснайпер и дальность видимости меньше чем у стрелка? Да это как такой может быть? Бред! Бред! Вот это бред! Да уж Спецназ типа Тоже видит дальше чем снайпер Стоит конечно дорого Стоит конечно дорого Метал 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 До сих пор Памятников Адентанты табжет Так Страйкер есть Это что то типа катюша Я так понял Так же Видимость никакая Во время атаки он не может двигаться Так Хэви страйкер Ну ясно Такой же только Только хэви Только тяжелый Наверно больше урон и все такое Радар Это полезный юнит Наверно увеличит зону обзора Так, Spaced Array, это тоже радар написано, который круче обычного радара написано. Так, Archelon, видел уже, против пехоты, Blitz Mechanima, это что-то типа робота такого что ли, ничего себе, стоимость, комбинирует в себе мобильность, пехотинцы внутри, короче, что-то среднее между пехотинцем и танком. Галант Mechanima, и вот такой же, тот, только более защищенный и лучше вооруженный. Бастер Механима, с ракетницами, этот заброню, это помню, щитом, а этот с ракетницами. Viper, БТР с ракетницами. Ну, знаете, ну такое, ну, есть, конечно, где разгуляться, но вот очень, как по мне, как фанат авиации, очень хватает что-нибудь летательного, вертолете какого-нибудь, самолете, вот этого не хватает. Кораблика не хватает, одни, одни пехотинцы, ну, скучновато, скучновато, давайте выберем радар, я хочу глянуть, как хорошо он... Пространство вокруг себя выявляет. Так, и снайперы сделают. О, теперь я вижу крутость радара. Радар, когда противники движутся, радар нам показывает, где они примерно находятся. Вот в чем фишка радара, прикольно. Прикольно, однако. Радар примерно показывает, где находятся противники. Так. Простого рифу, наверное, сададим. Ого! Снайперы стреляет на три клетки. Прикольно, как. Или никто, не то. Да, теперь я вижу пользу радару, однозначно. Так, мне нужно теперь к этой ракетнице, чтобы убить на несколько ходов. Захват. Ммм, завод хочу захватить. Так. И это хочу захватить. Так, там врат. Вот как жалко, что юниты не считают наискосок. Блин. Очень жалко. Буду припадить еще в эфире, то. Ого, с одного выстрела положил целый отряд. Прикольно. Так, а давайте-ка испытаем шнайпера. Нет, сначала испытаем... Стрелка. Немного... Немного проведим ряды... Принятомичков. А теперь испытаем шнайпера. Я понял, что он бьет по всем юнитам на линии. А ну-ка давайте проверим. Лес вмешает урон на 15%, на 10%? Ну давайте этого юниту. Ах, прикольно. Таааак... Передынемся, да? Ого! И это мы и эти в ближайшую лесу. Давайте, атака. Да уж. Таааак. Принят legga online. А파ирмондай университет. Зак呈約, слыша бея. Посмотрите как한다 recommend Ого! Неплохо. The armor of the heavy metal gives a greater defense, it's smaller than the metal is powerful, railgun makes the damage on the battlefield. В результате это самый тяжелый и сильный единица на поле боя. Так, ну я хочу создать какую-нибудь Катюшу, чтобы на расстоянии бить. Тек, 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 вот типа такого, страйкера, даже heavy страйкера. А, тут есть вертолетики, нет, я вон вижу значок вертолетика, тут вертолетики и даже самолетик есть. Просто, я так понял, у этого командира нету, авиации. Есть, есть, самолетик. И вот этот, кстати, может избивать самолет и вертолет, а этот только вертолет. Прикольно. А давайте их heavy страйкера сделаем. Так, эээ. Чё, не атакуют пехоту что ли? Чё за бред? А, атакует, но плохо, я так понял. Хорошо атакует он бронированную технику, причем легкобронированную, и вертолетики. А остальные все так себе. Вайферы, вертолеты, самолеты атакуют и вообще не атакуют наземки. В страйке, в принципе, все хорошо атакуют, но так, относительно хорошо. В спек-опс хорошо атакует пехоту, а становится так себе. Снайпер хорошо атакует пехоту в вертолеты, на удивление, становится так себе. Ну давайте страйкера. Снайпер-пехоту в вертолете! Играет музыка Играет музыка Играет музыка Ничего себе он бьёт. Та бля! Я ж хотел... Атаку по нему произвести не захватывать. Да, пехоту он очень хорошо этот юнит. Ничего не скажешь. Что такое мерджио? Короче, улица в соседний отряд. Давайте вольёмся в соседний отряд. Так... Ммм... Так, ну давайте... Атаковать нельзя, да? Жалко. Мы нужны. Создам хеви-страйкера. А нет. Хеви-метра надо создать. Но потом. Давайте рифмена. И тут рифмена. Готово. Ну да. Бля, только не мы её ПВО. Точнее, здесь. Радар. Топунься мне не очень-то и нужен. Ну это прикольный кремер, да. Так, так, так. Давайте ему делать больно, а? Блин, я показываю главное зону атаки, но не даёт атаковать. ПОЧЕМУ? 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 ПКУ, ВСКУ? УスКУ. Устук под Tamak erm Polакета. Уже без хлопа. Гменти først... П tel. Рифмена, готовы и ждать. как же он может давайте зададим ковина надо и надоедни сова катюши думал сейчас накрою все катюшный пик печально уничтожили моих а не уничтожили так я понял фво это хрень не не если будут летающие юниты туда может быть она а она хорошо она защитит от летающих линит но вот по наземке вижу она просто хрень она не работает возможно что-то не так делать это что я не буду ну вот я беру ракетники нажимаю на мили о а теперь ну а то есть это хрень должна постоять ход чтобы можно было стрелять теперь я понял давайте вот по этой хрени жак не имбирь даже не знаю кого атаковать это все такое вкусное давайте по этим жак не не по-по-танчику ха ха нет это хрень полезная теперь я понял а кем я сейчас управляю ну а там кем я управляюсь так а ну давай испытаем свою тяжелую хрень ну чё выдержишь атаку этой хрени ха ха не выдержал так ну давайте килл эндсапы сделаем так зайдем в город и тоже сделаем килл эндсапы так а тут а тут давайте спекопс наверно сделаем он хорош по пехоте ну что тут пехота просто просто достал уже гранатометчик сюда его риф на готово значит тоже мою катушу гад да я не совсем правильно наверное избрал статегии игры давайте этого танчика атакуем супер пауэр есть код еще не супер пауэр я не буду использовать вот так с одного выстрела офебеть давайте этого атакуем ничего себе он круче дал ответку потому что в городе наверно так а теперь что может спекопс давайте глянем вот сюда его да спекопс просто порвал их да спекопс просто порвал их гранатометчика давайте сюда не супер силу супер силу потом так ну давайте атаковать так сделаю еще одного страйкера или фумана готова так блин дабы задрали трогать мейк страйкера уроды блин а а докажем же нагнал кучу техники вам уже роботы ну его нафиг так все я думаю буду завершать обзор что навыскать игрушка мне понравилось очень неплохо сделано 800 метров вес системный требования просто ничего мечта она пойдет даже на утюге пошаговые бои это это всегда плюс потому что есть возможность подумать для слоупоков самое то для таких слупоков как я может такой самый топ посидеть подумать над каждым ходом никто вас не торопит просто просто отличная такая стратежка мтс как мини стратежка это не не крутая ката стратегии типа как они там за те европа универсалис где вам где-то нас вин тысячи просто менюшек тысячи разных параметров его надо сидеть и чак и часы я я не я не шучу реально вы запускать и вы сидите часы вы просто разбираетесь этих менюшках и в этих параметрах просто сидит и часы разбить тут нет тут вы запускайте вам все сразу понятно интуитивно понятно никаких тысячи менюшек сразу бой сразу играть отлично сделано просто не но 300 рублей что нет не стоит задорого но по скидке я это игру рекомендую однозначно она она классная она классная и компания есть и быстрые бои есть и можно поиграть мультиплеер но правда онлайн мертвый но если вы например с другом договоритесь одновременно зайдите мультиплеер то думаю вы сможете с другом поиграть вполне так себе пофанится поэтому игрушку однозначно рекомендую не она понравилась хотелось бы чтобы разработчики добавили еще больше командиров еще может больше юнита например надводный и подводных им то что добавили добавили больше карт что такие карты была бы вода чтоб можно было например отыгрывать с воды например захваты там города и атаковать города вот это был тоже классно а так принципе претензий нет все довольно продумано прилиза на не не тормозит все класс все на высоте просто 5 баллов из 5 игрушки а за а на этом все всем спасибо кто смотрел ставьте лайки подписывайтесь на канал это был кочмар